Специалисты по авиастроению, они говорят, форма очень хорошая для авиации, для полетов, но под нее нужны специальные двигатели. Их нет в Российской Федерации. Летающая тарелка идеальной формы. Такой проект удалось реализовать мастерам без преувеличений с золотыми руками. Боковые стороны выдерживают любой вес и даже самый сильный ветер, не позволяя тарелке перевернуться. Идея уникального арт-объекта пришла в голову Максиму Мирошниченко всего два месяца назад. Сосновые доски, проводка и обшивка. И вот тарелка почти готова. На вопрос, почему именно НЛО, ответ простой. Самара – авиационный космический центр России, а рядом есть загадочные места. Рядом находятся Жигулевские горы, старейший заповедник Российской Федерации и заповедник Самарская Лука. Эти два места считаются аномальными. Если вы спросите у любого специалиста, который занимается необъяснимыми или непознанными вещами, в том числе и НЛО, они скажут, что на этой территории в 10 раз чаще можно встретить непонятные или неопознанные объекты. Тарелка – первый арт-объект новой туристической точки в селе Подстепке около Тольятти. Основной темой станут загадочные истории Самарского края. Здесь будет располагаться музей и уникальные строения. Создатели рассчитывают, что поток туристов-уфологов будет возрастать с каждым годом. Рядом дети смогут поиграть в контактном зоопарке, познакомиться с домашними животными и полюбоваться искусственным водоемом, а также поработать своими руками. Это будет как именно познавательный мир. Ну и тут же при этом маленьком парке мы хотим сделать небольшую маленькую ремесленную школу. Это дети могут с родителями опять же попробовать себя. Что они могут? Что-то отпилить, что-то построгать, что-то сделать. Даже, допустим, подарок маме на день рождения. Это будет довольно-таки очень, наверное, для родителей самый лучший подарок. Главная прелесть будущего парка – он будет бесплатным. Поучаствовать в создании уникального туристического места может каждый. Александр и Максим помощь только приветствуют. А пока все постройки возводят своими силами. Открыть парк планируют к чемпионату мира по футболу. А встречать гостей у входа в будущий парк будут вот эти бетонные львы. На создание каждого из них Александру потребовалось два месяца, хотя весят они по 6,5 тонн, в длину 4,5 метра и высотой 2,20. Неофициально – это самые большие бетонные львы России. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.